С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. 2020 год объявлен президентом России годом памяти и славы. Накануне в администрации Нинецкого округа под председательством главы региона прошло заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. Школе поселка Красное исполнилось 75 лет. История образовательного учреждения началась в 1944 году, когда открылась начальная школа в деревне Кориговка. Специального здания у школы не было, поэтому дети начали учиться в недостроенном колхозном доме. На Ринмаре завершается региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В этом году в состязаниях принимают участие 75 студентов и учеников старших классов. О том, как проходит чемпионат, расскажем сегодня в выпуске. Глава региона Александр Цибульский провел заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. Накануне в Москве прошла торжественная презентация мероприятий «Года памяти и славы». 2020 год объявлен президентом России годом памяти и славы. В юбилейный год Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет немало торжественных мероприятий. В канун празднования Дня Победы на Синявинских высотах, где находится воинский мемориал памяти павших, будет установлен памятник нашим землякам, жителям Ненецкого округа, погибшим в боях за Ленинград. По словам Андрея Николаева, представителя поискового движения России, установлено, что из общего числа солдат из Ненецкого округа, не вернувшихся домой с фронтов Великой Отечественной войны, а это более трех тысяч человек, именно на Синявинских высотах захоронен каждый шестой. На заседании Оргкомитета поисковиками также была представлена обновленная книга памяти. В электронной таблице доступны для всех уточненные данные о всех погибших и пропавших без вести в годы войны, кто так или иначе был связан с Ненецким округом. Все имена, все персоналии, мы классифицируем по четырем признакам. Родился в Ненецком округе, проживал здесь, призывался здесь и родственники, проживают в Ненецком округе. Поисковая работа по обновлению книги памяти началась еще в 2014 году. За это время в нее было внесено 43 тысячи единиц новой информации. К юбилею победы книга памяти будет также издана в книжном варианте. Увековечат поименно память о погибших земляках, в юбилейный год и на Аллее Славы, где установят гранитные постаменты в виде открытой книги с именами павших на фронтах войны. Сегодня свой официальный праздник отмечают те, для кого делать добро – это образ жизни. Международный и национальный день волонтера не обошел стороной за полярную столицу. В этот день, как и во всей стране, на Ринмаре прошла презентация фильма «Волонтеры будущего». Сейчас в Ненецком округе активно работает несколько направлений добровольчества. Экология, волонтеры-медики, событийное и социальное волонтерство, волонтеры-победы и серебряное волонтерство. Количество желающих стать частью добрых дел только растет, даже среди совсем юных жителей Заполярья. В основном ребята пришли, это, наверное, пятые-седьмые классы, которые только-только втягиваются в эту общественную жизнь, которые пытаются найти себя в чем-либо. И, возможно, благодаря этому фильму они заинтересуются добровольчеством и будут у нас принимать участие в различных мероприятиях и акциях. С появлением личной электронной книжки волонтера в нашей стране повысился интерес к этому направлению общественной деятельности. Теперь заслуги волонтера учитываются не только при поступлении в учебное заведение, но и при трудоустройстве. На повестке развития арктической зоны в Санкт-Петербурге стартовал международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». В течение трех дней на площадке экспофорума будут обсуждаться вопросы развития стратегически важной для России территории. На форуме работает моя коллега Алина Ваучейская. Ей слово. Здравствуйте, коллеги. В эти дни в Санкт-Петербурге собрались те, кто больше всего заинтересован в развитии Арктики. Это и представители органов исполнительной и законодательной власти, а также представители крупнейших промышленных корпораций и бизнеса. Всего более 2,5 тысяч участников из 40 регионов России и 20 стран. На повестке очень много вопросов. Это и вопросы экологии, и качества жизни северян, и, конечно, увеличение объемов добычи полезных ископаемых в Русской Арктике. Так, например, в ходе одной из рабочих сессий на тему геологоразведка, сотрудничества бизнеса и власти, со своим докладом выступил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберт Чебдаров. Большое внимание уделили и вопросам безопасности в Арктике, а также международному сотрудничеству. Кроме того, отдельный крупный блок посвящен транспортной составляющей. Так, сразу несколько дискуссий, которые пройдут 6 декабря, будут посвящены авиасообщению в Арктике, строительству автомобильных и железных дорог, а также судостроению. Кроме того, в холле экспоцентра традиционно представлены различные виды транспортной техники для Арктики. В завершении хочу сказать, что, по сути, форум Арктика «Настоящее и будущее» завершает годовую дискуссию по арктической тематике. И все предложения, которые в ходе дискуссии, в ходе встреч будут озвучены, они будут внесены в итоговую резолюцию, но и в дальнейшем направлены в Госкомиссию по развитию Арктики, а также профильные федеральные органы исполнительной и законодательной власти. Коллеги! Спасибо, Алина! Мы продолжаем наш выпуск. Школе поселка Красное исполнилось 75 лет. История образовательного учреждения началась в 1944 году, когда открылась начальная школа в деревне Кориговка. Специального здания у школы не было, поэтому дети начинали учиться в недостроенном колхозном доме. Спустя три года было построено типовое здание школы, в которое входили интернат, столовая и классы. Летом 1958 года школа была перевезена в поселок Красное. Накануне учреждение отметило свое 75-летие. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Наталья Гавриловна Соболева после замужества переехала в поселок Красное из Забайкалья. Это было еще в далеком 71-м году. 46 лет своей жизни она посвятила Красновской школе. Из них 12 лет проработала директором. В настоящее время преподают русский язык и литературу. Красновская школа в свою бытность была первой школой в округе, в которой работала производственная бригада. Тогда там руководитель производственной бригады был Хатанзийский Иван Николаевич. К сожалению, он не покойный. 16 лет. Вот наша школа, учащаяся 10 классу нашей школы, они каждое лето работали на сенокосе, они заготавливали корма. И всегда занимали первое место, призовые места были у них. Вот здесь даже... Я до сих пор вспоминаю об этом учителе, и о том, что школа занималась именно этим. Спортсмены были. Хочется вспомнить Попова Сергея Александровича. Он у нас здесь так спортивную школу поднял. Он потом, конечно, ушел, работал в администрации, но тоже оставил такой заметный хороший свет. Ну и много таких учителей можно назвать. Красновская школа – одна из немногих, где родной язык коренных малочисленных народов Севера изучают с первого класса. И с этой задачей успешно справляется Валентина Ивановна Хатанзейская. Ее трудовой стаж в школе поселка Красное составляет 30 лет и 3 года. Она преподает ребятам литературу, русские ненецкие языки и ненецкую культуру. И мы стараемся детей обучать таким образом, чтобы им не было трудно, чтобы они к нам шли и чтобы их не подпинывали. И материал стараемся дать в доступной форме. В педагогической практике Валентины Ивановны тоже было много курьезных моментов, о которых сегодня она вспоминает с улыбкой. Много лет тому назад, когда у меня были пятиклашки, я начала урок, урок продолжился. Одного мальчика не было. И он пришел за 5 минут до конца урока. А уроки тогда длились по 45 минут. Я его спросила, где был Миша? А Миша такой спокойный был мальчик. Он посмотрел на меня и сказал, и стал рассказывать. Когда я пришел домой, я поел сперва. Потом сел на диван и не заметил, как уснул. Ну вот, а разве можно на него ругаться? Я пошла плечами и сказала, садись. На этом урок закончился. Красновская школа активно внедряет инновационные образовательные программы. Учреждения ежегодно готовят призеров и победителей в различных конкурсах не только регионального и всероссийского, но и международного уровней. Также развиваются научно-исследовательское, военно-патриотическое, художественное и спортивное направления. Я учусь во втором классе. И мне школа очень нравится. Тут хорошие учителя. Здесь очень вкусно кормят. Она красивая. Мне очень здесь нравится учиться. Тут хорошие и добрые учителя. Кормят хорошо. И тут очень плохо. Среди выпускников Красновской школы много известных в регионе и за его пределами людей. Один из них – заместитель председателя окружного собрания депутатов Матвей Чупров. Сегодня вместе со своей коллегой Натальей Кордаковой он приехал поздравить педагогический коллектив с праздником и вручить почетные награды. Мне лично очень ровнительно и трепетно на душе, потому что, когда приходишь в родную школу, всегда чувство тебя переполняет. Это, наверное, та вещь, которой невозможно избавиться, которая будет проследовать нас, бывших учеников, всю жизнь. Всем счастья, здоровья, суберем, родная школа. Уважаемые педагоги, уважаемые работники школы, я хочу сказать, что детям, поскольку красная, здорово повезло. Почему? Потому что сегодня в презентации сказали, что Красновская школа – одна из лучших сельских школ. И это, наверное, во многом благодаря тому, что у нас сильные педагоги. Я не понаслышке знаю, как вы готовите всех. В этой школе работал мой дядя, скажу я, Николай Иванович, и сколько вы сил отдаете своим детям, зачастую забывая про своих собственных детей. Поэтому всем вам здоровья, счастья, мира. И пусть в вашей школе все будет хорошо, у вас будут послушные ученики и только отличники. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования и высокие показатели в работе, учителя, воспитатели и работники школы были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами собрания депутатов округа Заполярного района и администрации региона. Поздравили своих коллег с юбилеем родной школы и героини нашего сюжета Наталья Гавриловна и Валентина Ивановна. Сегодня в этот день педагогическому коллективу я желаю сплоченности, добрых отношений, хороших учеников, но и, наверное, благодарности от родителей учащихся, чего иногда не хватает. Ну а так, коллектив хороший, трудоспособный. И у нас большой плюс здесь какой в том, что многие бывшие ученики сейчас работают здесь учителями. Уважаемые коллеги, дорогие мои коллеги, мужчины и женщины, я всех поздравляю вас. С нашим прекрасным юбилеем. И желаю вам, чтобы всегда все у вас получалось. Не только на работе, но и дома. Всем удачи! Сегодня в Красновской школе трудится 66 сотрудников, в том числе 31 педагог. Руководит учреждением Вячеслав Владимирович Литков, который активно участвует во всех школьных мероприятиях. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север», поселок Красное. Глава региона Александр Цибульский встретился с активом Ассоциации ненецкого народа Ясавей. Одним из основных вопросов повестки дня стала информация об исполнении поручений, которые были даны по итогам предыдущей встречи. Кроме того, президент Ассоциации Юрий Хатанзейский рассказал о деятельности общественной организации в 2019 году. Юрий Хатанзейский выразил благодарность главе региона за конструктивное взаимодействие и возможность участия представителей коренных малочисленных народов в мероприятиях всероссийского и международного уровня, на которых обсуждаются вопросы сохранения национальных языков, развития ненецкой культуры, проблемы оленеводческой отрасли. На предыдущей встрече с Александром Цибульским ненецкая общественность ставила перед главой региона вопрос о необходимости строительства школ и сада в поселке Нельминос. В настоящее время, по словам губернатора, получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию, а в следующем строительном сезоне планируется выйти непосредственно на строительство объекта. По просьбе Ассоциации ненецкого народа рассмотрен также вопрос о присвоении школе в Нельминосе имени ненецкого поэта, прозаика и художника Прокопия Андреевича Евтысова. В ходе встречи главы региона с представителями ненецкой общественности обсуждались также вопросы сохранения национальной культуры и языка коренных народов ненецкого округа. Александр Цибульский предложил дополнительно проработать возможность вовлечения в этот процесс молодежи через современные формы и методы. Итоги регионального чемпионата молодые профессионалы им станут известны уже в пятницу 6 декабря. Напомню, в этом году в состязаниях принимают участие 75 студентов и учеников старших классов. Напомню, также испытания проходят в 8 компетенциях, 3 из которых появились только в этом году. Это сантехника и отопление, лабораторный химический анализ и социальная работа. Состязания проходят на базе средних профессиональных образовательных учреждений округа. В одном из них побывала и наша съемочная группа. Наибольшее количество площадок, на которых проходит региональный чемпионат молодых профессионалов, представлено на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. В компетенции предпринимательства участвуют юниоры, представители пяти школ города и шесть команд основной состав. Это студенты на ЭД и СГК. Ребятам предстоит представить на соток экспертов свой бизнес-проект. У них есть идея. Эту идею они разрабатывали за месяц. Выдается задание ребятам и они готовят домашнее задание. То есть пишут бизнес-план со своими наставниками и сейчас нам представляют его по-модульно, поэтапно. Особенность нашей площадки, нашей компетенции предпринимательства у нас групповое участие. То есть оценивается команда из двух человек. Пока будущие предприниматели оформляют свои идеи, повара жарят, варят и запекают. И все это под пристальным вниманием экспертов. 12 человек у нас участвуют. 6 человек со стороны Нинского профессионального училища. 6 человек со стороны техникум экономического нашего. По 6 человек мы выступаем в смену. В день у нас производится 2 смены. В этом году ребята в первый день отрабатывали формы нарезки. Формы нарезки они узнавали за 15 минут до старта. И также тот овощ, который они будут нарезать, узнавали за 15 минут до старта. Во втором модуле, который сейчас ребята демонстрируют, один из первых этапов у них был приготовить соус. Три вида соуса. Опять же, они узнавали соус за 15 минут перед стартом. Сейчас ребята у нас готовят холодную закуску из рыбы и готовят второе блюдо из говядины. Соседняя аудитория идет процесс не менее интересный. Здесь впервые проходит испытание в компетенции лабораторный химический анализ. Здесь у нас сревнуются участники, которым уже исполнилось 16 лет. Это основная группа до 22-х. 16-ти до 22-х. В самом конкурсе у нас 5 модулей. Каждый день они выполняют один или два модуля разного уровня сложности. Сегодня у них два модуля на приборах – на рефрактометре и на потенциометре. Это приборы для выполнения физико-химического метода анализа. Еще одна новая компетенция для нашего региона – социальная работа. Как нам рассказала директор Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова Оксана Данилова, решение о том, какие компетенции будут представлены на региональном чемпионате, принимается совместно с педагогическим коллективом. Согласовываем это с нашим региональным центром компетенций. И, конечно же, мы согласовываем это с нашим департаментом. Смотрим наши возможности. Это и с технической стороны, и с материальной базы. И вот, допустим, мы приняли решение, что мы будем открывать социальную работу, так как когда эта компетенция появилась в списке возможных для участия, то мы просмотрели все требования согласно инфраструктурного листа, и мы поняли, что наша материальная база, наши возможности мы можем реализовать. Как отметила вице-губернатор округа Наталья Сидорова, благодаря участию в чемпионате «Молодые профессионалы» ребята получают бесценный опыт, а среднее профессиональное образовательное учреждение имеет возможность обновить оборудование. Во-первых, мы, благодаря поддержке окружного бюджета, Александр Витальевич уделяет огромное внимание этому направлению. Кроме того, здесь хотелось бы отметить и помощь компаний-недропользователей, и, безусловно, федеральный бюджет. В этом году у нас СГК прошли конкурсы, и на следующий год привлекли тем самым федеральные средства в размере чуть более 10 миллионов рублей на компетенцию социальной работы. То есть в этом направлении мы работаем. Закупаем, соответственно, новое оборудование, которое в дальнейшем используется в учебном процессе. Имена победителей регионального этапа будут названы на торжественной церемонии закрытия чемпионата уже в пятницу 6 декабря. Добавлю, что мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования». Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.